Первое царство начинается история о женщине по имени Анна, был человек по имени Алкана, и у него было две жены, получается один муж и две жены, и Анна получала любовь от мужа больше, чем вторая. Да, было две жены, но Алкана любил Анну больше. Но соперница Анны, получается Финанна, хотя она не получала любовь от мужа, но она очень хорошо рожала сыновей. Именно поэтому Финанна постоянно огорчала сердце Анны. «Вот, ты сейчас получаешь любовь от мужа, но оттолк от этого, когда мои сыновья вырастут, у тебя ничего не останется, ни мужа, ничего». Такими словами Финанна постоянно огорчала сердце Анны. тогда Анна, она всегда плакала-плакала. Тогда муж говорил, «Дорогая, почему же ты плачешь? Разве я не лучше, чем десять сыновей? Я же тебя люблю!» Эта женщина, Анна, она плакала, но это не помогает. Что бы она ни делала, это не поможет ей. Поэтому однажды она определилась в своем сердце и начала ходить к Господу Богу и молиться перед Ним. Каждый год, когда приходили, чтобы помолиться к Господу Богу, тогда, когда все уходили, Анна оставалась, и Анна молилась перед Богом, священник Ильи, подумал, «Она что, пьяна, что с утра вормочет что-то?» Поэтому он говорит, «Выдрозви от вина твоего». Тогда Анна говорит, «Господин мой, я не пила вина или секиры, изливаю душу мою перед Господом». Она молилась перед Богом, тогда Бог дал ей сына, и этого сына зовут Самуил. Анна, когда молилась перед Богом, она говорила, что «Я отдам моего сына тебе». Родился Самуил. Каждый год они приходили, и Анна говорит, что до того, как мой сын придет, вырастет и откормлива от груди, тогда я буду держать у себя несколько лет. «Она так поступала». Ну, теперь она родила сына, ей так было радостно, когда сын был откормлен от груди. Да. Знаете, говорят, кто-то пил молоко от матери до 15 лет. Конечно, нет человека, который пил грудь от матери до 35 лет, но все равно пьет еще молоко. Но обычно в нашей стране где-то до 10 месяцев или до года кормят грудью, то потом откармливают. Но когда Самуил, так скажем, был откормлен от груди, неизвестно, сколько ему было. Может быть, год она дольше кормила, чем обычно. Но это мои предположения. Может, допустим, до 5 лет она его кормила. Представляете, она так тосковала по сыну, потому что она со слезами получила от Господа Бога. Но теперь она отводит его к Господу Богу, сделав ему одежду. И этот сын, может, ему было 5 или 6, но написано, что он был откормлен от груди. И кто о нем будет заботиться, кто его будет кормить, кто будет его одевать, неизвестно. Но Анна в своем сердце, да, она скучает по сыну. Да, ей не хочется отдавать сына к Богу. Ей хочется больше о нем заботиться. Хочется кормить, заботиться. Да, у нее есть такое желание. Но, хладнокровно, хотя сын еще не вырос полностью, но в тот день, когда она откормила от груди, она пошла к священнику Ильи и говорит, «Я молилась перед Господом Богом, и Бог мне дал этого сына. Я отдаю его Господу». И Анна возвращается домой. Знаете, среди вас есть, среди сестер есть мамы. Да, конечно, есть и незамужные сестры, но те, которые стали мамой, которые долго не могли родить ребенка, и потом Бог дал. Но, поскольку Анна обещала перед Господом Богом, когда она отнесла своего сына и возвращалась домой, вы представляете, как было на ее сердце? Но Анна же просто вернулась домой. И Господь Бог дал еще трех сыновей и двух дочерей. Интересно, этот сын, которого Анна так хотела иметь, так молилась, ее сын вырос в Скинии, и он вырос вместе с сыновьями священника Ильи. первосвященник Ильи, он первосвященник, поэтому он самый главный. И его сыновья, они грешили. И все больше и больше грешили. Но Самуил же, поскольку его мама, она тоскует по сыну, она скучает по нему, она хочет его видеть. Поэтому каждый год она готовила одежду для него, приносила ему. Ему хочется обнять сына, она тоскует по сыну, но каждый раз, оставляя своего сына в руки Господа Бога, она возвращается домой. Почему? Потому что Анна, она знает любовь Господа. Она знает, что когда она молилась Господу Богу, Бог дал ей сына, и еще после первого сына Бог дал ему трех сыновей, двух дочерей. Но также, чем есть, я буду воспитывать моего сына. И также, если поручить моего сына в руки Господа Бога, воспитание будет полностью отличаться. Это она знала. Находятся вместе в Скине, но Финеес и Овни, сыновья Ильи. Да, они вместе растут в одной из них. В одной из них условиях, но из-за того, что их отец, первосвященник, у него есть власть, поэтому они поступают, как они хотят. Они выросли и начали ложиться, входить в постель с женщинами, которые служили, и также ту жертву, которую приносили. В конце, после жертвоприношения, все равно придет это мясо к священникам. Но они приходили и говорили, отдайте нам мясо. Да, то мясо, которое сейчас хотят приготовить. Что они говорят? Нам нужно сырое мясо, нам не нужно вареное. Если вы не отойдите, заберем силою. Сновья Ильи, оба сына, они пренебрегали жертвой Господа Бога. По-человечески они идут в грех. Одна же, она своего любимого сына, с которым хотя бы один день хочется провести вместе. хочется приготовить для него еду, хочется подержать его руку, хочется побольше поговорить, хочется поделиться сердцем. Да, все это она терпела и она отдала его в руки Господа Бога. И Самуил, и также сыновья Ильи, их невозможно сравнить. Ильи, он был стар, священник Ильи, он поставил своих сыновей священниками и других людей, которые могут служить Господу Богу, он не поставил. И поэтому, когда Ильи умер, и когда Уфни и Финес умерли, тогда в Израиле не было лидера. Именно поэтому, когда филистимляне сначала отобрали ковчег, и потом этот ковчег же был возвращен. И когда ковчег был возвращен, не было ни одного священника, который мог бы встретить ковчег и привезти в Скинию и провести собрание. Не было ни одного такого человека. Был такой период в жизни Ильи. Были только священниками Уфни и Финес, и когда они умерли, тогда, хотя ковчег принесли, но не было лидера, который может привезти его в Скинию. Поэтому, хотя нельзя открывать крышку ковчега, но изратяне открыли, и погибло большое количество людей. Именно с того момента Самуил же начинается период, время Самуила, и когда Самуил начал вести народ, тогда начал приходить в порядок. Он поставил Салу над царем, но когда он впал в грех, тогда Давида поставил над царем, и этим занимается пророк Самуил, и он совершает большие дела. Когда мы увидели такую духовную тематику, то Анна, да, она скучает по моему сыну, ей хочется хотя бы одну ночь провести вместе с сыном, хочется его накормить, хочется приготовить вкусное для него, хочется дать ему хорошую одежду, я скучаю и тоскою по нему. Такие человеческие мысли она полностью стерла из своего сердца, и она направила свое сердце Господу Богу, и это сердце ведет ее. В конце концов, вместе выросли скини, но оба сыновей Или, и также сын, которого мама отправила, и не заботится о нем, но она молится за сына, терпит, хотя хочет увидеть своего сына. И такое сердце матери, знаете, я думаю, что те, которые стали матерью, они понимают, насколько она скучала по своему сыну. Знаете, с большим трудом она родила сына по обещанию Господу Богу, но поскольку она обещала Богу, поэтому она отдала своего сына Господу Богу, но все равно больше десяти раз каждый день хочется увидеть своего сына. Знаете, представляете, например, однажды пропадает моя жена, я спрашиваю, дорогая, где ты, звоню ей? Она говорит, я пришла в Скинию, чтобы увидеть сына. Я думаю, что моя жена на месте Анны могла бы и так поступить. Наверное, многие из вас так поступили. Казалось бы, я смотрю своего сына, это разве грех? Я позаботилась о своем сыне, это разве грех? Да, может, кто-то бы даже переехал рядом к Скинии и говорит, дорогой сын, вот проведи утренний обряд, потом приходи, одежда, я постираю твою одежду. Я думаю, что многие женщины так хотят поступить для своего сына. Но многие люди, они следуют за своими человеческими желаниями, однако Анна же, будучи матерью, да, все, что ей хотелось, да, это большое желание ее переполняет. Однако Господь Бог дал мне сына. Я обещал Господу Богу, что хочу отдать Господу. Я отдала Его, поэтому, да, я скучаю, я тоскую по Нему, хочется вместе кушать, хочется вместе общаться, хочется что-то вместе делать, но хладнокровно я это оставляю, я поручаю Господу Богу и Анна, она своего любимого сына отдает Господу и молится за Нем. Да, Офни и Финейс, которые выросли в руках священника Ильи, а также Самуэл, который вырос под воспитанием Ильи, но мама скучала по сыну, но поручила Господу Богу и терпела. И сын, видя такое сердце, растет совсем другим. В конце концов, сыновья священника Ильи, они пренебрегли Словом Господом Богом, они жили по плоти, поэтому в конце концов, в один день умерли на войне. Прок Ильи, даже когда услышал весть о том, что его сыновья умерли и о том, что ковчег был утерян, тогда он упал и сломал шею и умер. Молодой Исамуил вырос и он становится звездой в Израиле. Он поставил Давида царем и он ведет за собой страну. И это удивительно. Я, когда принял Иисуса Христа в моем сердце, как бы я ни думал, та душа, которая была до встречи с Иисусом и после, они полностью отличаются. А, вот что значит, что Господь Бог внутри меня. Да, были многие трудности до этого, были и ситуации, которые давали меня отчаяние, но каждый раз Господь Бог находился в моем сердце и в центре моей души именно надежда Господу Богу, радость Господу Богу. Господь Бог давал мне веру к Нему. Да, это не теория. Когда мы веруем в Слово Господа Бога, тогда Господь Бог, Он жив и действует. За это я Ему очень благодарен. Сейчас оставить наш взгляд, убрать свою душу, однако многие вещи забирают нашу душу. Знаете, есть много разновидностей машин, хорошие и плохие машины, также есть жизнь разнообразная и одежда, и много того, что нас привлекает, наша душа идет за этими вещами. В 62-м году Иисус Христос в моем сердце. Да, хотя время идет, даже хотя расто, хотя положение меняется, но то, что никто в этом мире не может дать, тот покой, который никто не может дать в этом мире, та радость, которую в этом мире никто мне не может дать, то, что невозможно ни на что поменять в этом мире, благодарность и счастье Господь Бог дал мне. Тот грязный грех, который я совершал, тот злой грех, который я совершал, тот страшный грех, который я совершал, От всего моего греха Иисус Христос освободил меня. И Господь Бог каждый момент ведет меня. За это я Ему очень благодарен. В этот раз в Спрингфилде мы провели мероприятие. И пастора из Спрингфилда пришли к нам. И они участвовали на нашем мероприятии и открыли все сердца свои. Я один служитель. Знаете, я смотрю на него, внешне он намного старше меня выглядел. После слова мы сказали, давайте сейчас с тобой общаться, встречаться будем. Он очень обрадовался. Я спросил, а сколько вам лет? Оказалось, что он на 10 лет младше меня. А выглядит намного старше меня. Я не знаю, как так можно. Однажды в Африке, я помню, сел в самолет. И рядом со мной, где-то мужчина где-то лет 90, пожилой мужчина сел. Знаете, я как гожусь ему в сыновья. И он говорит, знаете, я плохо вижу, поэтому заполните, пожалуйста, за меня миграционную карту. Я сказал, да, хорошо, и я открываю его паспорт. А он 48-го года рождения. Он ровесник с моим младшим братом. Знаете, в моем сердце, после того, как пришел Иисус, то, что невозможно купить деньгами в этом мире. Тот покой, который невозможно ни на что променять в этом мире. Иисус Христос со мной. Он защищает меня. У меня есть такая милость, у меня есть такое благословение. Этого драгоценного Иисуса Христа из-за какой-то небольшой суммы денег. Если мы будем его обижать. Если из-за маленького. Я не хочу отдаляться от Господа Бога. Я подумал, Анна, она долгое время не могла родить сына. И так мучилась. И потом, когда она откормила своего сына от груди, она идет в Скинию и оставляет там своего сына Самуила. И в тот день, когда она возвращалась, я подумал, какое же у нее было сердце тогда, в тот момент. Будущей женщиной, будущей матерью для своего сына. Что бы она ни делала, ей будет не жалко. Но она оставляет своего сына, которого только-только откормили от груди. Здесь не написано, сколько лет тогда ему было. Может, пять. Может, шесть или меньше. Но она оставляет одного сына. Может быть, по пути домой она плакала. Да, может быть, ей было тяжело. Да, мне кажется, что ей было очень тяжело. Но в сердце Анны точно стоит Господь Бог. Господь, Он сотворил человека. И у человека есть уши, есть глаза, у него есть руки. Руками можем трогать, глазами можем увидеть, и ушами мы можем слышать. И что мы можем увидеть? Бог сделал, чтобы мы могли увидеть деяние Господа Бога, и чтобы мы поверили и принять наше сердце. И нашими глазами мы смотрим, ушами слушаем и руками трогая. Мы, драгоценность Иисуса Христа, силу Господа Бога, мы узнаем наше сердце и принимаем наше сердце Господа Бога. Человек, который 38 лет болел из-за болезни. 38 лет он страдал, мучился и никак не мог освободиться от болезни. Но Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Он думает, да, я уже иссох, я не могу ходить. А Он говорит, чтобы я встал, взял постель свою и пошел. Слово Иисуса Христа, когда через ухо человека, который болел 38 лет, вошло его сердце. Но человек, который болел 38 лет, его сердце, эти слова невозможно было легко принять. Почему? Потому что мои ноги уже высохли. Я 38 лет болел. Я старался встать, но не получалось. Мне было тяжело, мне было трудно. Я ногу распадал. Да, конечно, мечта моя, чтобы ходить, но у меня не получалось. Как я могу сейчас встать и пойти? Это то, что Он видел и испытывал до того момента, было таким. Но Иисус говорит, человек, который 38 лет болел, когда он смотрит на Слово Иисуса Христа, то он говорит совсем противоположное. Да, я ходил много по больницам, но у меня не получилось ходить. Но Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Человек, который болел 38 лет, теперь в нем два голоса борются между собой. Когда посмотреть Бытие 1 главу, 1 стих написано, «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, тима над бездною, и Дух Божий носился над водою». «И сказал Бог, да будет свет». Бог говорит, да будет свет. Бог сказал, да будет свет. Если Бог сказал бы человеку, тогда мы бы сказали, «Ой, ну чтобы был свет Господи, нужно, чтобы было электричество. Где может быть свет?» Так человек скажет. Но, когда Бог сказал, да будет свет, в Его Слове есть сила, которая может совершить это Слово. В Слове Господа Бога есть сила. И эта сила все совершает. Именно поэтому внутри нас в Слове Господа Бога есть сила, чтобы совершить это Слово. И мы же предпочитаем не веровать в Слово Господа Бога, а мы думаем, «А, нам нужно поменять положение вот так, наша ситуация должна поменяться вот так вот». Именно поэтому мы продолжаем жить в человеческих вещах, поэтому мы не принимаем Слово Иисуса Христа. В 62-м году я понял, что все, что есть у меня, заканчивается провалом. Когда я понял, что все мое заканчивается провалом, я мог оставить свое и принять Иисуса Христа. И с того момента Иисус Христос удивительным образом, я увидел, как Он действует. И мы на протяжении тысячи лет дьявол господствовал в воздухе, и Он вел человека. Поэтому наше знание, наш опыт, все, что у нас есть, оно основано на материальном мире. И мы только понимаем этот материальный мир. Господь Бог же, Он действует во всем через Слово. Есть два таких мира. И по-человечески, если мы живем, то нам нужно зарабатывать много денег. человек, да, Бог говорит, да, будет свет, а значит, нам нужно, чтобы у нас было электричество, чтобы были лампы, или же нужно сделать костер, чтобы был свет. Бог говорит, да, будет свет, и стал свет. Как такое может быть? Именно в человеческой понимании не может понять Слово Господа Бога. Но Иисус же, Он пришел из не того мира человека, и нам, человеку, который привык мыслить по-человечески, Бог говорит, оставь свои мысли и поверь в Мое Слово. Именно поэтому среди многих-многих жизней, да, мне кажется, что это невозможно, но если Иисус говорит, ходи, значит, я могу ходить. оставив свои мысли и принять Слово Господа Бога. Такой человек, он есть тот, кто верует в Слово Господа Бога. Именно поэтому, может быть, вашим мыслям это невозможно, это непонятно, кажется, что как такое может быть? Но когда мы принимаем Слово в наше сердце, то это Слово к нашему удивлению, оно, поскольку Слово Господа Бога по Слову совершается и ведет нас. И когда мы видим это, за это мы можем благодарить только Господа Бога, и эту благодарность невозможно описать словами. Через Иисуса Христа совершались многие чудеса. По-человечески, если мы смотрим, это невозможные вещи. Но когда верою принимаем Слово Иисуса Христа, тогда много раз я испытывал то же самое в моей жизни, поэтому чем мои мысли, мы веруем Слово Иисуса Христа и живем жизнь, в которой мы бежим со Словом Иисуса Христа. Анна, она не могла родить сына. Афинан, она же, которая жила в одном доме, у нее было много детей, и она пренебрегала Анной, огорчала ее сердце и говорила, что когда ты состаришься, ты будешь умолчиться. Вот увидишь, когда мои сыновья вырастут, а ты состаришься, ты думаешь, что ты будешь дальше получать любовь от мужа? Нет, когда муж умрет, может, у тебя ничего не останется. И она огорчала сердце Анны. Да, конечно, хочется, да, каждый год рожать сыновей, но это же невозможно, даже если она очень сильно хочет. Но Анна, она поняла, что сама она не сможет победить Финану, поэтому она начала направлять свое сердце Господу Богу. Она начала молиться Господу Богу. Господь Бог, если ты помилуешь меня, если ты услышишь мою молитву и дашь мне сына мужского пола, то я его отдам тебе. Господь Бог дал сына, и она назвала его Самуилом. И поскольку она обещала Богу, что отдаст его Господу Богу, она с благодарностью. По-человечески, конечно, ей не хочется отдавать сына Господу Богу. Ей хочется быть вместе с ним, хочется его кормить, хочется о нем заботиться, хочется увидеть, как он растет, хочется увидеть, как он гуляет. Но я поскольку обещал Господу Богу, что отдам его Господу Богу, но также Бог дал еще трех сыновей и двух дочерей. Получается, с Самуилом шестеро детей у нее было. Господь Бог, воспитывает Самуил через молитву Господу Богу. Да, вместе с ним также растут два сыновей Илли, но они, находясь под влиянием отца, власти, и они отбирают мясо до того, как принесли жертву и входят к женщинам, которые служили у ворот. Другими словами, они следуют просто за плотью. Но, знаете, наши плотские желания, они все больше и больше постоянно растут и они становятся на позиции, где они могут получить только проклятие. Анна же, да, ей было печально из-за того, что она не может родить сына. Финана огорчала постоянно ее. Но Бог дал ей сына. И теперь, как Господь Бог, я обещал тебе, отдаю этих сыновей тебе. Ей хочется увидеть Самуила, скучает, тоскует, даже плачет порой, но прячет эти слезы и, Господи, помилуй, чтобы мой сын хорошо вырос. Господь Бог, сделай, чтобы он стал драгоценным твоим служителем. Я отдала моего сына тебе. Теперь, Господь Бог, это твой сын. Пожалуйста, используй ради твоих целей. Знаете, и нашей церкви, я желаю, чтобы и наши сестры не просто рожали детей, но с таким сердцем, как у Анны. Да, Господи, я хочу, чтобы мой сын трудился ради твоих дел. Господь Бог, ты, пожалуйста, используй его. Мы поручаем тебе. Это не мой сын, Господь Бог, это твой сын. Господь Бог, я хочу, чтобы он был счастлив. Мне хочется, конечно, его обнимать, воспитывать и делать ему что-то, но, Господь Бог, ты мне дал этого сына. Я отдаю его тебе. Это твой сын. Да, я мать, но он твой ребенок. Знаете, то сердце, которое обычные люди не имеют. Да, знаете, многие хотят отдать, да, все они хотят, но они не могут отдать своего сына. Они хотят сами его воспитывать. Хочется, чтобы вместе с ним провести хорошо время. Хочется, чтобы он вырос в достатке. Но Анна же, она контролировала, подавляла свое желание, и для того, чтобы порадовать Господа Бога, Анна закрыла двери перед своей радостью и открыла двери перед радостью Господа Бога. Анна раз в год виделась со своим сыном и каждый раз, когда приходила к сыну и потом возвращалась, да, ей было немножко обидно, печально, но она вытирала стерк и говорила, сынок, все, увидимся на следующем году, будь здоров, хорошо слушай себя слов первосвященника, я буду за тебя молиться, сынок. И его сердце, да, она победила свою любовь к сыну, она, подавив душу матери к сыну, и чтобы было угодно перед Господом Бога, она использовалась, и она получала руководство, Господь Бог знал такую Анну, и Господь Бог благословил Самуила. Я немногое сделал, но я, когда отправлял моего сына в Америку, я повторил за Анной, я сказал, сынок, Йонгук, да, отец, когда ты поедешь в Америку, конечно, наверное, никто тебя не будет ставить на место ректора университета, но если кто-то скажет, что он поставит тебя ректором, ты отказывайся, передавай евангелие. Отец, хорошо, говорил мой сын. Конечно, никто, наверное, тебя не будет ставить министром, но если кто-то скажет, что он поставит тебя министром, отказывайся, передавай евангелие да отец знаете я благодарен моему сыну да конечно чтобы мой сын стал министром это невозможно представить но он живет ради евангелия когда я вижу это я очень счастлив знаете многие люди получили драгоценной крови иисуса христа спасение но маленькое свое желание они не смогли преодолеть своих сыновей своих дочерей они ведут к греху да те человеческие плотские желания что это перед богом по сравнению с богом это ничто бог дал еще двух сыновей трех сыновей двух дочерей да она дала одного сына бог еще петерых детей дал да какая довольная жизнь у анны но господь бог также этого самуила используют самым драгоценным служителям и когда израильтяне не знали что делать когда у них не было лидера не было пути тогда бог поставил его лидером страны потом самуил поставил давида царем и бог использует его ради драгоценных дел когда я смотрю на это это удивительно дорогие братья и сестры мы очень часто отдаем себя тем вещам что просто чувствуем отчасти отдаем свое сердце тому что мы видим но теперь давайте немножко прикроем наши глаза чтобы меньше видеть давайте закроем уши которые слышать мирское и давайте будем воспевать имя господа бога и благодарить как анна которая получила сына через молитву и с благодарностью давайте будем жить господь бог пять раз трех сыновей двух дочерей это же прекрасно да бог даст и когда мы видим как он драгоценным образом ведет этих сыновей да невозможно описать словами насколько это большая благодарность да не просто позаботь заботись о своих сыновей если просто заботиться а по-человечески тогда это стану они станут как финис и омни которые не могут контролировать свои желания они будут совершать преступления получат проклятие перед господом богом и они погибнут такой результат они встретят поэтому родители должны часто звать своих детей и говорить да вы должны ломать свое сердце когда вырастите это будет намного сложнее поэтому когда вы еще молодые вы должны ломать свои сердце в шесть лет в семь лет порой вы должны не есть то что вам хочется не делать то что вам хочется да порой в детстве и нужно учиться немножко голодать и чтобы дети росли не только делая свои человеческие желания да и нашей жизни есть те вещи которые не получается по нашему желанию есть те вещи которые у нас не получается даже если хочется иногда будут такие ситуации когда ты хочешь есть но у тебя не будет этого в такой ситуации надо смотреть на господа бога нашей церкви воскресной школе мы учим детей такой вере родители должны так воспитывать своих детей тогда у нас как родился самуэл такие же дети у нас будут я твердо верю что бог будет так действовать одна она если бы сама пыталась воевать с финанной да у финанной есть сыновья дочери а у не она нет детей поэтому она бы пить было просто в печали и так бы закончилась бы ее старость но она не воевала сама она через господа бога начала решать этот вопрос тогда по милости господа бога любовью которая идет до господа бога она начала идти тогда самуэл стал драгоценным служителем в израиле и также у нее родились трое сыновей и двое дочерей да она не так часто виделась с самуэлом но каждый раз она должна садиться на колени и молиться господа богу и говорить господи как мой сын поживает он сегодня завтракал или нет он исследует ли по человеческим за человеческими желаниями а на каждый день молилась перед господом богом и господь бог прекрасный образом ведет ее сына и он становится драгоценным сыном который совершает израиль великой страной мы давайте не будем просто следовать за нашими платьевыми желаниями вы часто попробуйте подавлять ваши человеческие желания чтобы научиться их подавлять попробуйте и поститься попробуйте поменьше спать попробуйте слушайте слова которые вам неприятны и попробуйте и служить другим а также если вы будете жить смотря на господа бога уповая на него тогда я уверен что ваша жизнь как жизнь Анны будет удивительной жизнью в Таиланде я встретился с пастором Ким Ах Чой знаете человек очень тихий и спокойный недавно в Таиланде было наводнение но правительство открыло дамбу и поэтому в центр города вошла вода и был огромный ущерб и в центре там очень много многоэтажных домов но они продали свои квартиры и уехали и поэтому появилось очень много земель где нет людей и я сказал слушай здесь земля стоит очень дешево давайте здесь купим землю и церковь в Таиланде купили эту землю но не было денег чтобы построить молитвенный дом но я сказал продайте тот молитвенный дом который сейчас есть и постройте но никто не хочет купить но и когда я смотрю на пастор Ким Ах Чой знаете он тихий но действительно он истинный человек божий один человек он директор компании и четыре сестры наших работали его компанией и у него были проблемы физические и однажды он пришел в церковь и слушал слово и однажды я прилетел туда и он хотел со мной пообщаться и мы ехали в машине и когда общались он получил спасение и чем он занимается он каждый месяц дает по 1000 долларов миссионеру Ким Ах Чой а на Рождество и на Новый год он дает по 3000 долларов и этот старый молитвенный дом который Ким Ах Чой хочет продать никто его не покупает он переживал за это и тогда директор компании сказал давай я у вас куплю и он позвал специалиста и посчитали что это дом стоит 750 тысяч долларов а миссионер сказал что я хочу продать его за полтора миллиона и этот директор компании он купил за полтора миллиона старый молитвенный дом купив старый молитвенный дом он говорит он говорит я не буду у вас забирать пользуйтесь ею почему потому что если вы поедете туда где вы купили тогда я не смогу часто приезжать к вам пастор Ким Ах Чой если послушать его свидетельства то знаете среди его товарищей которые вроде бы умнее чем он у него ничего не получается а у него же все получается все что он рассказывает на самом деле мне казалось что это сказка но удивительным образом все это происходило он проводил программу гуни скорс волонтерскую программу и где-то тысячу человек поехали по этой программе за границу да не все тысячи ходят в церковь но церковь каждый раз обновляется знаете я видел какой вид у людей которых Бог помогает дорогие любимые братья и сестры давайте мы как Анна не будем воевать с финанной видимым положением пускай Господь Бог в нас действует я желаю чтобы вы получали именно такое благословение те человеческие видимые вещи которые мы видим да будем служить Господу Богу как Анна если подумать когда я читаю это слово да она не могла родить сына и с большим трудом она родила Самуила но в тот момент когда она откормила Грузии тогда сразу же она относит его Господу Богу да переживает конечно кто будет его кормить кто будет о нем заботиться кто будет ему помогать она о многом беспокоится но она отдает Господу Богу как она могла иметь такое сердце да по человечески это невозможно понять но этот человек получает истинное благословение да Господь Бог обрадовался и сделал чтобы Самуил стал великим служителем перед Господом Богом и также дал еще трех сыновей и двух дочерей и Господь Бог благословляет ее жизнь мы можем увидеть какое благословение Бог приготовил для Анны дорогие любимые братья и сестры на сегодняшний день очень тяжело глубоко размышлять сейчас очень многие проблемы возникают из-за того что люди глубоко не размышляют но я желаю чтобы как слово об Анне жило в ваших сердцах чтобы вы ценили Слово чтобы вы размышляли над Словом и чтобы вы славили Иисуса Христа который спас нас чтобы Иисус Христос пребывал в вашем сердце и как я буду служить Господу Богу что мне нужно сделать чтобы заботиться о Господе Боге как я могу сделать чтобы Богу было угодно я желаю чтобы вы размышляли над этим и верою жили в этом мире тогда не тот мир который мы видим глазами а совсем иной мир откроется перед нами и мы сможем жить драгоценной жизнью и не только через вас но также через Господа Бога я верю что оно будет совершаться внутри вас в вашей жизни знаете я тоже сначала не умел передавать Евангелие но когда люди начали получать через меня спасение я обрадовался и посвятил свою жизнь ради Евангелия тогда и многие высокопоставленные люди также начали получать спасение и также бедные люди начали получать спасение и президенты начали получать спасение. Многие начали получать спасение, и потом в их стране распространяется Евангелие. Я видел, как Господь Бог открывает пути передо мной. И Бог сегодня хочет дать нам такую благодать, такую силу каждому из нас. Я желаю, чтобы и вы, и я, чтобы мы жили ради Господа Бога, в радость Господу Богу, и чтобы Господь Бог вел нашу жизнь. Тогда я верю, что если Он будет забыть о наших сыновьях и дочерях, если Он будет вести их будущее и наше будущее, если Он будет решать наши болезни, тогда если Он будет защищать наше здоровье, если Бог будет через нас действовать, то я уверен, что неважно, красивые мы или некрасивые, удивительная сила Господа Бога, благословение Господа Бога, вы сможете жить. Я твердо верю в это. Мы будем Аннами нашего времени, мы будем Самуилами нашего времени. Никак Ильи, Ильфи, или Уфни, чтобы мы не следовали за нашими плотскими желаниями, но чтобы мы могли жить в радость Господу Богу. Я желаю, чтобы вы получили благословение Господа Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok